Никто из нас, я думаю, не забыл еще ту прошлогоднюю драму, тот шестой матч, тот бросок Рэй Алана волшебный. Что вообще изменило за этот год? Ну, Сан-Антонио стало сильнее, считаю. Их лидеры стали на год старше. Да, это, конечно, минус. Но командная игра Сан-Антонио, их победа в регулярном чемпионате, говорит нам о том, что эта команда сейчас очень сильная. Она была сильная в прошлом году, она создавала в Майами много проблем, и я уверен, она будет создавать их еще больше в этом году. Но тем не менее, если мы посмотрим на игру Сан-Антонио в этом плей-оффе, то увидим, что 7 матчей подряд, домашних матчей Сан-Антонио, были выиграны с разницей в 15 и более очков. Ну, это довольно существенный фактор. И если еще опять вернуться к прошлогоднему финалу, вспомнить игру в этом финале Дени Грина, игру Дени Грина в домашних матчах, то сколько он завелся с трехочковых на домашнем паркете, позволяет Сан-Антонио возлагать довольно большие надежды на домашний паркет. Уверенная игра, если она будет Джинобили, Диао, Белинели и других ребят. Хорошее движение мяча, обязательно трехочковые попадания, без них Сан-Антонио будет очень сложно. Ну, Майами будет максимально пытаться закрыть краску, максимально не отдавать Сан-Антонио, чертить свои комбинации, комбинации великого Грега Поповича. Если это удастся Майами, то они будут в этой серии фаворитом. Командой по-прежнему есть Крис Бош, который многими критикуем, но тем не менее показывает высокий уровень игры. Он может отходить на 5-6 метров от кольца, а то и завершать атаки Майами за Дугио. Это тоже большой плюс для Майами. Кроме того, по-прежнему в этой команде играет Рей Аллен. Но тем не менее, Сан-Антонио даст бой и я очень надеюсь, что эта серия перейдет до 7-го матча.